Когда Клифф Бакстер, специалист по работе на детекторе лжи, впервые расшифровал результаты своих экспериментов с листьями деревьев, он почти как Архимед две с половиной тысячи лет назад выбежал на улицу с радостным криком «Растения могут думать!». И как оказалось, не только думать, но и читать мысли, улавливать эмоции, мельчайшие перепады настроения и даже отличать подлинные намерения от имитации. То есть, когда Бакстер действительно собирался поднести зажженную спичку к листу, самописец полиграфа взлетал вверх. Когда же он только делал вид, что зажигает спичку, растение реагировало спокойно. Скептики скажут, что за бред, но не спешите с выводами. Кем только не называли исследователя, от сумасшедшего дал же ученого. На дворе стоял 1962 год. С тех пор ученые выяснили множество феноменальных фактов о растениях. Оказывается, они имеют память, умеют общаться друг с другом, предупреждают сородичей об опасности, а еще способны сострадать всему живому. Так боль, причиненная даже маленькой креветке, вызывает у них немедленную негативную реакцию. Исследования Фогеля, микробиолога Кларенса Райана, профессора Пушкина из Института общей психологии, ученых Тимирязевской академии под руководством профессора Ивана Гуннера и многих других, не оставили сомнений в том, что растения мыслят и общаются. Кроме того, деревья могут и помочь человеку зарядиться или сбросить негативную энергию. В этом видео мы расскажем, как это сделать. А в самом конце ролика мы приведем кадры из удивительного эксперимента, поэтому рекомендуем смотреть. До конца. Академик Эдинбургского университета Тони Труевас вообще считает, что растения поглощают информацию и перерабатывают ее на почти таком же сложном уровне, что и мозг человека или животных, то есть обладают своеобразной формой интеллекта. Уже сам факт того, что на их долю приходится до 99% всей земной биомассы, говорит о том, что растения гораздо лучше других живых существ умеют договариваться с природой, считает Труевас. Дальше больше. Профессор Ванковерского университета Канада Сюзанна Симарт вообще обнаружила у деревьев социальные сети. Этот лесной интернет гораздо надежнее нашего. Он не зависит ни от каких санкций. С его помощью самые разные деревья активно обмениваются между собой информацией и помогают друг другу. Оказывается, в лесу бесчисленная сеть контактов соединяет деревья в единый живой организм, почти как священное дерево из аватара. Профессор Симарт, чтобы убедиться в этом, провела в 1997 году серию опытов с радиоактивными изотопами углерода и выяснила, что симбиоз грибниц и корней деревьев являются аналогами нейронных сетей в мозге человека. А ведь что-то подобное более 200 лет тому назад предположил еще Чарльз Дарвин, который, кстати, никогда не говорил о том, что человек произошел от обезьяны. Удивлены? Честь этого сомнительного утверждения принадлежит Фридриху Энгельсу. Так или иначе, но к миллениуму наука добралась наконец-то до того, о чем наши предки знали тысячелетия тому назад, у деревьев, как и у всего живого, есть душа. Они мыслят, чувствуют, испытывают эмоции и, самое главное, с ними можно общаться. Впрочем, древние знали, что душа есть даже у камня. Посмотрите наш материал о живых камнях, и вы убедитесь, что они имели для этого все основания. О традициях и мышлении наших предков мы постоянно рассказываем и общаемся на нашем телеграм-канале. Из ближайших интересных мероприятий мы планируем провести там бесплатный трехдневный марафон, где преподаватель нашей школы Андрей Ивашко будет рассказывать об установках мышления, которые блокируют наш финансовый поток, и о том, что единство духовного и материального было неотъемлемой частью славянского миропонимания. Подробности в конце видео, а ссылка будет в описании. Деревья обладают неисчерпаемым запасом жизненной энергии, мощной исцеляющей силой. Это самые большие и самые духовные растения на Земле. По сути, они находятся в непрерывной медитации, и тонкая энергия – это их естественный язык. Некоторые из них живут на этой Земле более двух-трех тысячелетий, а есть и рекордсмены. Например, ель возрастом более 9 тысяч лет по официальной хронологии. То есть это живые хранители памяти о прошлом нашей планеты. Кстати, вы знали, что большинство наших лесов молодые и им около 200 лет? В нашем ролике про потоп мы выяснили, почему так произошло. Ссылка будет в описании. По своему воздействию на человека деревья делятся на доноров и на тех, кто способен оттягивать на себя лишнюю энергию, в том числе негативную. Последнее никак не вредит самим деревьям, ведь они проводят нездоровую, накопившуюся в наших органах энергию в землю. Самые сильные деревья-доноры – дуб, береза, кедр, сосна, яблоня, ясень. А вот избыток отрицательной энергии лучше всего помогут сбросить ольха, осина, тополь, черемуха, плющ, виноград и другие вьющиеся растения. Если кто-то пробовал подобное взаимодействие с деревьями, поделитесь вашим опытом в комментариях под этим видео. Тысячелетия тому назад люди приходили к дереву не только за исцелением, но и за мудрым советом, за поддержкой. Вы знали, что есть такая профессия – дендротерапевт? Сегодня дендротерапевты установили, что деревья укрепляют пошатнувшуюся нервную систему, улучшают настроение, омолаживают, способствуют долголетию, стимулируют работу сердца, активизируют обмен веществ, снимают головную боль, уменьшают последствия стресса. А воздух возле древесных крон по частоте не уступает стерильности в хирургической операционной. Неудивительно, что слова «здоровый», «здравый», «здраво», «дерево» имеют общие корни. Взаимодействие человека и дерева происходит еще и по той причине, что они, как оказалось, имеют сходное биополе. Вы, наверное, очень удивитесь, когда узнаете, что количество энергетических центров или чакр в биополе дерева – 7. Согласно исследованиям Трапезниковой, первая чакра находится в основании между стволом и корнями. Вторая – на высоте примерно 1 метра. На уровне этой чакры происходит смена поляризации диполя, так же, как у человека это происходит на уровне чакры солнечного сплетения. Третья – в месте разветвления ветвей от ствола. Четвертая – в средней части корневой системы. Пятая – в нижней части корневой системы. Шестая – в средней части кроны. Седьмая – в верхней части кроны. Вычислена даже индивидуальная частота вибраций биополей деревьев в европейской части России. Здесь она довольно высокая – 650-700 биогерц. По данным Хасьянова, даже до 800 биогерц. Что выше средней индивидуальной частоты вибраций человека – 500-600 биогерц. И говорит о способности деревьев к сверхчувственному восприятию. О целебных свойствах растений люди знали испокон веков. Русские красавицы издревле расчесывали волосы можжевиловыми и самшитовыми гребешками, чтобы не болела голова. А в целебниках, составленных при царе Алексея Михайловича, есть такие советы. Коли икры сводят – клади осиновое полено в ноги, а коли голова болит – под голову. Современные исследования показали, если измельчить листья деревьев, то через 10 минут погибнут все бактерии на стеклышке с сосновыми иголками. Через 15 – с дубовыми листьями. Береза и тополь уничтожают микробы за 20-25 минут. Недаром эти растения используют в русской бане. Но деревья могут помочь человеку и в духовном плане. У каждого из них свои свойства. Береза – избавляет от усталости, темных мыслей, последствий тяжелых переживаний, помогает восстановить душевное равновесие, при болезни облегчает течение болезней, способствует выздоровлению. Дуб – увеличивает силу духа, а также физическую силу, придает уверенность в себе, дает защиту, может помочь в достижении успеха. Есть одно «но» – с этим деревом лучше всего общаться с здоровым и сильным людям. Ива – успокаивает, дает мягкость, интуицию, видение скрытого. Кедр – помогает очиститься физически и духовно, повышает жизнестойкость как на физическом, так и на тонких уровнях. Орешник – дарует мудрость, справедливость, трезвый взгляд на вещи. Осина – снимает боль путем забора негативной энергии. Рябина – дает защиту от злых сил, способна очищать от негативной энергии. Сосна – дает спокойствие, избавляет от стресса, способствует умственной работе и наращиванию духовного потенциала. Тополь – избавляет от раздражительности. Яблоня – дерево мудрости и добродетели, дает способность прощать обиды. Ясень – дает ясность, связывает материальный мир с духовным, помогает понять скрытую суть вещей, найти свое место в жизни. Общение с деревьями. Тут все как и с людьми. Какие-то люди вам приятны, какие-то раздражают, а кто-то становится настоящим другом. Точно так же и с деревьями. В идеале нужно найти свое дерево. И тут полагаться можно только на интуицию. Хотя, конечно, существуют веками сложившиеся правила общения с деревьями. Мы озвучим семь основных правил. Первое. Никогда не подходите к дереву, не спросив разрешения. У каждого из деревьев есть личные границы. Постойте рядом, прислушайтесь к своим ощущениям. Если дерево не хочет вас допускать, вы это почувствуете. Важно! Дерево вас может не подпустить ради вашего же блага. Например, вы и так переполнены энергией, излишек пойдет вам только во вред. Или вы, напротив, истощены и подходите к дереву, которое может забирать энергию. Второе. Подзаряжаться энергией можно только от сильных, взрослых, диаметр ствола больше 30 см, стройных и одиноко стоящих деревьев. Соседние деревья должны быть не ближе 6-10 метров. Если у вас есть другой опыт, поделитесь в комментариях. Третье. Поскольку частота дерева донора обычно выше индивидуальной частоты выбирации человека, к зарядке нужно подготовиться. Нельзя подходить к дереву донору, если вы возбуждены, находитесь в неравновешенном психическом состоянии, испытываете негативные чувства. В этом случае высокие целительные энергии дерева будут вам недоступны. Идеальный вариант – сбросить негативные эмоции у дерева, способного забирать негативную энергию. Для этого нужно постоять 1-2 минуты, прижавшись к восточной стороне, к осине или тополю. Успокоиться. После этого мысленно обратитесь к дереву донору, попросите его о помощи. Важно! Только в спокойном, эмоционально очищенном, медитативном состоянии можно получить энергию дерева. Четвертое. Подойдите к выбранному дереву с западной стороны, обняв его. Постойте для начала 1-2 минуты, следя за своими ощущениями. Обычно чувствуется легкость, приятные вибрации вдоль позвоночника и во всем теле. При появлении легкого, приятного головокружения поблагодарите дерево и отойдите в сторону. Вы получили все, что вам необходимо. Второй способ – прислониться к дереву спиной и настроиться на взаимодействие. Можно использовать медитативную технику и дыхание. Представить, как теплая волна медленно идет по телу сверху вниз. Почувствуйте себя единым целым с деревом. При этом нужно дышать ритмично. Вдох 4-8 секунд. Задержка дыхания 4 секунды. Выдох 4-8 секунд. Пятое. Чтобы отдать свою отрицательную энергию, надо приблизиться к дереву на расстояние 20 сантиметров. Встать к нему лицом и мысленно обратиться за помощью. После чего действовать по той же схеме – расслабление и ритмичное дыхание. Очень осторожно нужно работать с тополем. Он не только забирает отрицательную энергию, но и может вызвать головные боли. Обычно в таких случаях говорят «проконсультируйтесь с лечащим врачом», но, к сожалению, это не наш случай. Просто будьте более внимательны к своим ощущениям, доверяйте своему телу и интуиции. Шестое. Специалисты советуют заниматься дендротерапией рано утром, либо же с 16-18 часов, но не позднее, чем за 2-3 часа до сна, чтобы не вызвать его расстройства. Стоять около дерева следует не более 2-3 минут, иначе возможны скачки артериального давления. Зимой энергетический потенциал снижается на 50-70% у лиственных пород деревьев и на 15-25% у вечно зеленых. Поэтому зимой можно увеличить время сеанса до 5-7 минут. Седьмое. Очень сильной и при этом мягкой энергетикой обладают плодовые деревья. Они подходят практически всем. Важно помнить, что эти деревья сильнее всего активизируют свои целебные свойства в период цветения. Кроме того, деревья условно делятся на мужские и женские. Так раненый, ослабевший воин, чтобы вновь обрести силы, шел к дубу. Женщина, чтобы быть счастливой в семье и родить здорового ребенка, шла к липе. Девушка, чтобы жизнь ее сложилась удачно, шла к березе. Сегодня биофизики подтвердили, дуб охотнее сопереживает мужчине, липа, женщине, береза, девушке. Славяне в день рождения ребенка сажали дерево, и оно становилось как бы вторым я-человека. Его покровителем передавало ему часть своей силы. Если тот болел, недомогание передавалось дереву, оно чахло и увидало. Но усиленно ухаживая за таким деревом, можно было воздействовать и на болезнь человека. И еще один важный момент. Понимая, что дерево обладает душой, предки ни одно из деревьев не брали без его согласия, а вместо каждого срубленного высаживали не менее двух новых деревьев. Это не только восстанавливало леса, но и поддерживало гармонию между духовным и материальным планом, без единства которых, согласно славянской ведической традиции, невозможно духовное развитие. Исследовать и реализовать этот принцип на практике вы сможете буквально на днях, приняв участие в трехдневном бесплатном онлайн-марафоне исследователя и преподавателя славянской ведической культуры Андрея Ивашко «Деньги равняется осознанность». Здесь вы узнаете, как открыть клапан финансового потока, почему создать свое дело возможно только при единении духовного и материального, почему причины финансовых провалов лежат не в кризисе и внешних обстоятельствах, а в нас самих, почему деньги – это поток, и какие предрассудки мешают нам впустить его в свою жизнь, почему только духовно зрелый человек может выйти на принципиально новый уровень материального достатка, какие духовные практики помогают достичь успеха и благополучия, какую роль в этом играют позитивное мышление, мыслеобразы и упражнения по накоплению энергии. Откройте для себя мир людей, богатых духовно и материально. Регистрируйтесь по ссылке и до встречи в эфире. А теперь обещанные кадры из эксперимента. Ученые в Университете Эксетера исследуют эти явления сравнительно недавно, но они уже научились слышать и слушать сигналы растений. Исследователи установили, что когда растения оказываются под угрозой, они также выделяют особый газ, который оказывает удивительное воздействие на окружающую среду. Это впервые удалось заснять на камеру. Эти два растения поместили в специальную камеру. Дальше в ход пошли ножницы. Стоящему неподалеку растению надрезали листья. Затем его поместили к собратьям и закрыли камеру. Сейчас растение выделяет газ, и можно проследить, как меняется биологическая активность. Происходит нечто удивительное. Выделяемый газ влияет на активность двух целых растений. Они получили сигнал, что надо защищаться. Ученые еще не научились полностью расшифровывать язык растений, но у них все больше оснований полагать, что растения разговаривают друг с другом. Пишите, что думаете в комментариях. Ставьте палец вверх, если вам понравился ролик, и обязательно делитесь им с друзьями, чтобы как можно больше людей могли узнать правду о нашей подлинной истории. Для того, чтобы не потерять друг друга, каждому из вас нужно срочно подписаться на наш Яндекс.Дзен, ВКонтакте, Инстаграм и на все сети, которые в описании под этим видео. И подпишитесь на наш канал Телеграм, где, помимо прочего, будет множество всяких полезных в текущей ситуации закрытых материалов нашей школы совершенно бесплатно. Сделайте это прямо сейчас. Никто не знает, сколько осталось времени, и попросите сделать это всех знакомых. Наша сила в единении. И да пребудет с вами осознание.